МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лес в Чувашии есть. Потребность в нем деревообрабатывающих предприятий тоже. Однако так называемая расчетная лесосека, то есть разрешенный максимальный годовой объем заготовки древесины, не вырубается даже наполовину, отметил министр экономического развития Чувашия. Наши компании сегодня в большинстве своих случаев уберут лес в Арийской, Кировской области. У нас по итогам 2016 года освоение расчетной лесосеки. То есть у нас 490 тысяч расчетная лесосека. Освоение будет порядка 40% в лучшем случае. Причин много. Например, сезонность этого вида работ. А еще, судя по всему, зарплата в отрасли. Сезонность производства изделий из дерева составляет 13,5 тысяч только рублей. Даже ниже, чем в сельском хозяйстве. Здесь, конечно, вопросы к нам. Прежде всего, уважаемые коллеги, почему такой низкий показатель. Можно полагать, люди, работодатели, предприниматели используют серые схемы. Конверты выплачивают премиальные. Нам надо здесь реально наводить порядок. Тем не менее, индексы производства изделий из дерева в целлюлозно-бумажной промышленности, издательской и полиграфической деятельности в 2016 году плюсовые. Так что потенциал есть. Кроме того, сейчас правительство страны готовит изменения в законодательство в сфере лесозаготовки. Поддержка сферы IT-технологий в республике продолжится. С работниками отрасли глава республики встретился сегодня. Если медицинский информационно-аналитический центр работает давно, то Центр информационных технологий был создан в конце прошлого года. Его учредителем стало Министерство информационной политики и массовых коммуникаций республики. А это сердце МИАЦА. Здесь собирают, хранят и обрабатывают данные о состоянии здоровья жителей республики. К примеру, именно отсюда ведется контроль за оборотом лекарств. Специалисты отслеживают, какие препараты необходимы больницам республики. Онлайн-мониторинг помогает решать оперативно возникающие проблемы. Мы можем также с помощью программы ПУЛ поопределить наличие остатков противовирусных на складах больниц на текущую дату, на текущее время. То есть, взять, допустим, в АЭРВИ, в течение дня, вот, наутро какая ситуация была, и к концу рабочего дня, вы знаете, а по АЭРВИ динамики рост идет, или снижение идет, или на уровне. Вот это определяете, да? Да, да. Для отрасли медицины за последние годы создали десятки информационных систем. Представляя проекты, руководитель Минздрава подчеркнула, многие программные продукты разработали местные специалисты. Мы имеем почти 10 тысяч автоматизированных рабочих мест во всех наших лечебных учреждениях и порядка 10 различных компьютерных программ, не компьютерных программ, а различных сервисов. То есть, главное, это электронная медицинская карта, то есть и амбулаторная, и стационарная. Медицинская информационная система продолжает развиваться, необходимые суммы в региональном бюджете уже заложены. Программные продукты отмечают специалисты, доказали свою эффективность. И вот та задача, которая поставлена президентом, довести интернет до отдаленных точек. Мы можем сегодня сказать, что в Чувашской республике, кроме ФАПов, подключены все центральные районные больницы, подключены все отдаленные офисы. В этом году в республике заработает и система 112. Сейчас она проходит необходимые тесты. Единый номер, отмечают разработчики, повысит оперативность вызова на место ЧП экстренных служб. Раньше гражданин должен был делать анализ, куда ему звонить. Сейчас, фактически, он набирает 112, говорит, помогите, и ему оказывают помощь. Сюда подключается, сейчас уже оператор завел карточку, значит, он создал ДТП, ввел у нас адрес, вот он появился адрес, и уже подключает службы. Цветовая индикация показывает, что уже люди... Вы ведите, пожалуйста, громкую связь. Разработчиков программных продуктов пригласили к диалогу. Министр информационной политики отметил, в отрасли произошли позитивные перемены. За последние годы в эту сферу пришло немало новых игроков. Количество IT-компаний в республике выросло. Но на этом фоне возникают проблемы с кадрами. Во-первых, нет специалистов в школах, учителей. Естественно, они задерживаются там, кто имеет. Во-вторых, нет часов, соответственно, ребенок поступает в ВУЗ уже неподготовленный. Сама дисциплина информатики, она у нас в школе есть. Один час в неделю в стандартных школах, а в профильных школах четыре часа в неделю. Всего у нас на этот год 210 преподавателей, которые ведут занятия по информатике и ИКТ. По словам министра, молодых преподавателей информатики республики не хватает. Эту проблему будут решать поэтапно. В школах намерены создать профильные классы. Будущих IT-специалистов помогают готовить и потенциальные работодатели. В пятом классе его нужно заинтересовать. В пятом классе именно где-то возраст 10 лет плюс-минус. Если мы не заинтересуем, уже что-то, что-то, наверное, упустили. Дальше нужно дать образование по информатике. Но мы говорим не только образование по информатике, мы говорим, что должен готовиться инженер. Что для этого он должен? Ну, чтобы проект он выполнял, нужно, чтобы программируемый учился. Да, мы тоже изучили опыт других территорий и тоже к этому процессу подключаемся. Это форма доп. образования, очень хорошая форма. Не все можно в школьной программе сделать, не все туда помещается. Именно программирование нас интересует. Информатика – это база, но нужно, чтобы он руками что-то делал, сделай какой-то, чтобы был законченный продукт, результат. Потом мы стремимся сделать так, чтобы он поступил в хороший вуз. Тот вуз, где может быть база подготовки. Создали с вузом базовую кафедру. Вообще, признаются, работники отрасли, республика стала идеальной площадкой для предпринимателей. Создают возможности и для представителей IT-сферы. Будем строить планетарий. Проект на смертной документации есть, экспертизу провели, около 700 миллионов рублей. В бюджете на 2017 год уже деньги закладывают. Просто сейчас считают еще, сколько на этот год, сколько на тот год. Но в 2019 году, в начале года мы ее введем в эксплуатацию. Я обратился к предпринимательскому сообществу. Там есть кафе, есть территория, парк Андрея Горча Николаева. Территория огромная, в центре города, транспорт общественный везде, всюду ходит. Вы, пожалуйста, один из залушек сделайте IT-парк. Обсудили и другие вопросы. Все предложения работников IT-сферы будут рассмотрены детально. Подобные встречи будут проходить регулярно, отметил глава региона. Битриковалев, Эндрис Передонов, Республика. В Государственном Доме России открылась весенняя сессия. В этом году запланировано 40 пленарных заседаний, на которых будут рассмотрены самые значимые законопроекты. Первые дни уже оказались достаточно напряженными. Мы готовимся рассмотреть все основные законопроекты, которые посвящены в первую очередь выполнению послания президента. Рабочая группа вице-спикера Александра Жукова в Государственной Думе уже представила план реализации послания президента. Необходимо принять порядка 90 законопроектов. В Чувашской Республике также есть предвыборная программа «Единая Россия». Чуваша – регион комфортного проживания. Очень важно реализовывать ее. Это может коснуться в том числе и программы по строительству школ. Потому что для нас это очень важно, чтобы наши дети учились в современных школах. Сегодня главач ВОШ Михаил Игнатьев подписал указ об очередном кадровом назначении. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов получил статус вице-премьера. За прошедший год в сельском хозяйстве было реализовано более 30 инвестиционных проектов, которые позволили создать три сотни рабочих мест. Индекс производства продукции приблизился к 103%. В 2017-м планируется еще один масштабный проект. Проект по развитию хмелеводства в республике. Условия благоприятные. Прибыль сельхозтоваропроизводителей получает в отведении любого направления бизнеса. Раз мотивации хорошие, вот сейчас исторический шанс, вот я это подчеркну, исторический шанс сельхозтоваропроизводителям, работодателям увеличивать уровень заработной платы своим работникам. Иначе молодых людей привлекать будет очень сложно. Глава республики обратил внимание на ряд проблем в отрасли. Новая должность вице-премьера позволит эффективнее решать поставленные задачи, отметил он. Сергей Артамонов поблагодарил главу республики за оказанное доверие и подтвердил готовность работать во благо региона. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Минсельхоз Чувашев получит 4,5 миллиона рублей. Средства выделены из резервного фонда кабинета министров республики. Эти деньги будут направлены на возмещение части прямых затрат сельхозтоваропроизводителей, в том числе на создание тепличных комплексов и на модернизацию животноводческих ферм. Перевозить пассажиров в Ядрине теперь будут индивидуальные предприниматели. Раньше внутренние районные маршруты обслуживал Чуваш Автотранс. Теперь унитарное предприятие будет работать только на межмуниципальных. До 1 января 2017 года Чуваш Автотранс возил жителей Чуваши практически по всей республике. А затем от внутригородских и внутрирайонных перевозок пришлось отказаться. За муниципальные перевозки теперь отвечают местные власти. В связи с финансовыми трудностями указанное предприятие с 1 января 2017 года отказался осуществлять маршрутные перевозки по муниципальным автобусам-маршрутам по Ядринскому району. В целях обеспечения транспортным обслуживанием населения Ядринского района с 1 января 2017 года Ядринской районной администрации заключены муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок с четырьмя индивидуальными предпринимателями, имеющие соответствующие лицензии. Регулярные перевозки осуществляются по всем раннедействующим маршрутам и расписание по регулируемым тарифам. Население все так же есть, как по расписанию, как и было до 31 декабря. Надо отметить, что с поста генерального директора ушел очередной руководитель Чуваш-Автотранса. Сергей Аказеев проработал чуть больше полугода, с мая 2016-го. Самые талантливые, амбициозные и креативные жители столицы Чувашии. Конкурс «Мы будущие» города Чебоксара выходит на финишную прямую. Специальная комиссия уже начала подводить итоги о шансах конкурсантов на победу в нашем материале. В этом году конкурс проводится по 18 номинациям. Две из них «Молодая семья» и «Самое яркое молодежное мероприятие экологической направленности» приурочили к тематике наступившего года. Всего было подано 126 заявок, больше, чем в прошлом году. Самая многочисленная номинация «Лучший молодой учитель». Здесь представлено 27 участников. Каждый из номинантов подготовил свой уникальный проект и представил его на суд комиссия. «Решили, что надо показать всему городу лучших представителей молодежи в различных сферах, в различных направлениях. Что получит сам победитель, лауреат конкурса? Ну, во-первых, мы говорим, что, наверное, больше общественное признание некое, что об этом проекте узнают в том числе и другая молодежь, и те, кто не участвовали в конкурсе и захотят тоже принять участие на будущий год. Каждый из этих участников, мы уже говорим, что это будущее нашего города. Собственно, поэтому так и называется конкурс. Впереди выборы самых достойных. Кстати, их имена город узнает 26 января. В этот день в рамках Дня российского студенчества будут подведены итоги. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Палки в руки и вперед. 4-5 километров в день, невзирая на погоду. Жители юнгинского сельского поселения Маргаушского района увлеклись скандинавской ходьбой. Девочки, быстрей! Раисе Сафонова 75 лет. В прошлом она лыжница. Еще в молодости занималась велоспортом, плаванием, ходьбой. После выхода на пенсию спорт не только не забросила, но и убедила своих подруг-пенсионерок, что сидение дома перед телевизором – занятие скучное и вредное. В город поехала, посмотрела, видела, как старушки ходят палками. Ну и решила тоже, пусть наши бабоньки тоже палками шевелятся. На лыжах они не очень ходят. Каждый день в 5 часов вечера собираемся, километров в 2-3 проходим. Мария Столярова сразу же примкнула к ходокам. Несмотря на свой почтенный возраст, 82 года не пропускает ни одной тренировки. О ее стройной фигуре и великолепной растяжке может позавидовать любой. Я от достижения, без ходьбы не могу жить вообще. В хобби-машнике я не ходила, в городе была. Сразу плохо себя стал чувствовать. Приехала домой и стала опять ходить. Километр 3-4-5. Себя чувствую пудрее намного. Специалисты отмечают, что скандинавская ходьба действительно заменяет многие виды фитнеса. Эффективно, нетравматично, приятно. Словом, то, что доктор прописал. Во время прогулок с палками работают почти все группы мышц. За час тратится до 400 калорий. Это помогает для оздоровления организма. Движение. Не обязательно быстро, но в среднем тепле. Руки поднимаются. Весь организм работает. Сердечно-мышечная система, легкие. Это путь к оздоровлению. Скандинавская ходьба кажется делом простым. Но чтобы извлечь из занятий максимум пользы, нужно освоить технику. Пенсионерки самостоятельно изучили видеоуроки в интернете, советовали с учителем физкультуры. В ближайшее время планируют заменить свои лыжные палки на специальные для нордической ходьбы. Мечтают, чтобы к ним присоединились жители не только родного села, но и близ лежащих деревень. Чтобы у местных врачей было поменьше работы, а у жителей крепкое здоровье. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. Коляда, коляда, отворяй ворота. В столичном детском саду номер 8 сегодня устроили настоящие калятки. На Руси все с нетерпением ждали Рождества. На главный зимний праздник вместо теперь уже привычных американской джингл-беллс или советского лесу родилась елочка. Наши предки пели калятки. И большие и маленькие все участвовали в празднике. Особенно радовались дети. С тех пор прошло немало лет, но и сейчас самые юные жители столицы Чувашии с удовольствием калядуют накануне крещения. Каляда, каляда, накануне Рождества. Вы сами с лепешками, со свиными ножками. В лучших русских традициях дошкалята ходили по дворам, пели калятки и выполняли задания. Сложили печь, расшили узорми платок, собрали бусы, запрягли коня. В игре, разумеется. И даже смастерили куклу-оберег, а помог в этом ребятам настоящий леший. Во что? Никакые призраки, никакая нечистая сила, никакая не пойдет. У вас всегда в доме будет уютно, тепло и хорошо. За выполненные задания, как и принято в сказочных святках, ребята получили угощение. Мне сегодня понравился праздник, было весело. Мне сегодня понравилось делать печку, собрегать коней. Мне очень понравился праздник. Мы катались на лошадках, делали бусы из макарон, вышивали. Я жду следующий год, чтобы снова калядовать. Кстати, калядовали не только воспитанники Дворца Детской Радости, но и ребята еще четырех детсадов вместе с своими воспитателями. Наши чувашские и русские традиции, они учат нас доброте, честности, веселье тоже учат чувашские и русские игры. Вот эти праздники, они нам очень нужны, радуют, помогают нам работать и жить. Юлия Важенина, Сергей Адышкин, Республика. Наши новости и программы вы можете смотреть на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова